Привет всем хаслерам! Пока кто-то из вас испытывает похмелье и ловит отходосы по причине весёлого времяпровождения, мой канал должен наверстывать упущенное, поэтому Pimp News начинает своё вещание. Я гений, я гений, повторяй за мной, я гений! Pimp News — это новости, которые интересны только пимпу. Нахуй! Накрутка лайков на канале славы КПСС. Кто и зачем это делает? Расследование от молодого сутенёра. Блогеры продолжают лезть в рэп, а рэп из блогеров лезет со всех щелей. Почему Иван Нургант — один из тех, за кого не стыдно на ящике? Над хип-хоп исполнителем Кезару сгущаются тучи. Или что бывает, когда обосрал абсолютно всех, а похвалил только себя. Я гений, я гений, повторяй за мной, я гений! Не суждено было сбыться надеждам скептиков о том, что после баттл с евреем слава уйдёт в небытие. Гнойный быстро стал частью поп-культуры, хорошо влился в шоу «Успех». Взял Фила в антихайп. В антихайп! Неужели я это сделал? Да и вообще мальчик с умненькими глазками. Хотелось бы обсудить последний клип «Владимир Путин». Сам трек хороший, как всегда, посторонний протест. Ну, посторонний, сами понимаете. Однако, две составляющие меня насторожили. Первое — нет рекламы. Поясню. После баттла с Мироном во всех клипах славы КПСС имеются прероллы. Парень не упускает шанса заработать, это его выбор, я и сам так делаю. Но упустим этот фактор. Предположим, что на СТС много платят, плюс тур по всей России, и с деньгами нет проблем. Тогда второй момент — это лайки, которые слишком быстро выросли. Здравствуй, дорогой друг! Скоро весенний призыв, и не хочешь быть рабом нахуй? В общем, есть сайт, где отслеживают динамику лайков и дизлайков. Если график идет постепенно, то все норм. А если происходит резкий, очень резкий скачок, значит накрутка. Но на ютубе возможны такие причины, как поражение на баттле, разоблачение, или на тебя написали мощный диз. У Славы этого не было, значит это накрутка. И резонный вопрос, кто же накручивал? У меня имеется четыре варианта. Первый вариант — это сам Слава. Но это нереально, потому что анти хайп. Им плевать на лайки, лишь бы о них говорили. Второй вариант — это то, что клип проплачен Кремлем, как у Алисы Вокс. Предвыборная кампания началась, и рэп как фактор влияния на молодежь. Третий вариант — кремлеботы, что накручивают лайки на все ролики, где хорошо отзываются о нынешней власти. Ну и последний вариант — это оппозиция. Для того, чтобы можно было тыкать гнойного за то, что он продался и стал частью предвыборной кампании Путина. Но провести вторую часть расследования и понять, какой же вариант является истиной, предлагаю вам в комментариях. Однажды я выпустил ролик о крутости Кизару. Я никогда так не ошибался. И одна из причин звучала так. Если большему числу рэперов, нужно копять над материалом, придумывать инфоповоды. По Кизару необходимо просто выйти в прямой эфир, назвать фараона лжецом и Фейса бездрем. Профит. И всё у Олега получалось. Он постоянно хейтил Фарика и Фейса, двух главных звёзд новой школы. Получал подрыв пуканов школьников и вполне хорошо ощущал себя. Тем самым делая промо к своему альбому яд. Но вот прошло ещё время. И Кизару умудрился засрать вообще всех рэперов, всех блогеров. Даже образ жизни русского народа. В особенности, когда обвиняешь рэперов в том, чем сам грешишь. Вообще сейчас все начинают делать музыку, как он. Повторять её в припеве. Просто делать цикличные припевы. Делать цикличные припевы. Будем надеяться, что Кизару станет поаккуратнее, дальновиднее что ли. Будет обдумывать свои шаги в медиасфере. Иначе поклонники нетехничного и небыстрого еврея сожгут все его кусты травы. Словно в одной из миссий третьего фаркрая. Сладкая парочка, Николай Соболев и Дмитрий Ларин, продолжают показывать свою любовь во всеуслышание. Коля даже картину Димы нарисовал для своего клипа. С него и начнём. Соболев показал очень красивый визуал. Ну ещё бы, снимал-то Макс. Хотя в случае с Николаем можно было снимать и на камеру старой Моторолы, и вообще на телефон без камеры. Картинка была бы отличной, ведь Соболев в кадре. И спел хорошо. Не бойся, это всё эксперимент. Моя бабушка и её подруги в восторге. Зачитал... Ну нормально. Может быть ему и него строители, но помогали редактировать текст точно. В целом планку поставил довольно высокую. Но Ларин совершил ход гения. Прошлый клип про 30 лет был реально хорош, офигенная картинка, и Дима стал разборчивее читать. И ожидаемо после него попал в ловушку завышенных ожиданий. А это в свою очередь чревато большими терзаниями и самокопанием. И дабы не мучиться, Ларин взял и наплевал на все надежды, выдав вот это. Я ебал твою ёлку. Я ебал твою ёлку. Я ебал твою ёлку. Я ебал твою ёлку. Что нарочито сделано стёбно. И ему самому было смешно зачитывать такой текст. Теперь от следующих работ картавого приятеля ничего дельного не ждёшь. А он опять выдаст шедевр. Ну если это то, о чём я думаю. Я гений, я гений. Повторяй за мной, я гений. Как-то я нелестно отозвался о Бурганте. Я решил, что не беру свои слова назад и по-прежнему считаю, что бесконечные пародии на Дико, например, это говнище. Но обстебать белоглазого красавца другое дело. Название Сауна Бой. Перебивки в духе Ленинграда. Не напрягайся, отпускай ситуацию и пускай он сам это разрулив. Там страйк, не страйк, это не твоё дело. Мне такая ситуация с мастериком была. Пожалуйста. Федук, который душ рвёт. Ставь лайк, если рад за пацана. Какие было лайки, мил? Дудь, который дует в рот Игорю Николаеву. Игорь, искусственное дыхание нужно. Так, кто будет дуть? Игорь, давай. Ну только не снимай, чтобы не попало никуда. Что выступил жемчужиной этого клипа? Автор бессмертного хита «Выпьем за любовь» и вдохновитель Ильи Мэдисона. И, конечно же, те самые читающие усы. Ля, давайте ещё раз. В общем, давайте ещё раз. Если понравился формат, то покажаю это комментарием и пальцем вверх. Любил сын Николаева. Всё. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!